День города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Рабочий день подошел к концу и мои коллеги, как всегда, готовы поделиться со зрителями самыми интересными новостями нашего города. Смотрите сегодня. День работника прокуратуры. Главные правозащитники страны отмечают свой профессиональный праздник. Вливаемся в будничные русла, как легко и безболезненно настроиться на рабочий лад после длинных выходных. Министр лесного хозяйства региона покинул свой пост. Распоряжением губернатора Рязанской области Олега Ковалева от 30 декабря 2015 года с занимаемой должности по собственному желанию уволен министр лесного хозяйства региона Ярослав Кудинкин. Исполнение обязанности министра возложено на его заместителя Сергея Сенцова. О своем намерении покинуть пост он сообщил еще перед Новым годом. Напомним, Ярослав Кудинкин был назначен на должность министра лесного хозяйства Рязанской области в 2013 году. Сменим тему. Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могли обратиться с любыми своими бедами и проблемами от отключения электроэнергии в квартире до обмана так называемыми строителями финансовых пирамид. И сегодня, как и прежде, главной в работе прокуратуры – это ее правозащитная функция. В свой профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег, друзей. А наиболее отличившиеся в работе – ведомственные награды и ценные подарки. Олеся Харлина в своем сюжете расскажет о достижениях сотрудников Рязанской прокуратуры. История становления органов прокуратуры на Рязанщине неотделима от истории создания и развития российской прокуратуры в целом. Понадобились три царских указа, чтобы надзорная власть обрела сравнительно завершенные очертания. И вот уже почти 300 лет, а если быть точным, 294 года российские прокуроры держат руку на пульсе. Мы не только вспоминаем нашу славную историю, гордимся достижениями и успехами, но и говорим о задачах, которые ставит перед нами сама жизнь. Профессиональный праздник, конечно, поощрили ветеранов прокуратуры и коллег, которые внесли немалый вклад в соблюдение законности и прав рядовых граждан. Именно на прокуратуру обыватели, запутавшиеся в собственных проблемах, возлагают последние надежды. Старший помощник прокурора Рязанской области Наджия Султанова в Россию приехала из Туркменистана. В 1982 году она закончила Харковский юридический институт и сразу окунулась в работу. Граждане обращаются в органы прокуратуры, в частности, к нам и ко мне с различными вопросами, в том числе и вопросы о нарушении жилищного законодательства, земельного законодательства, возникают какие-то споры между соседями, оплата ЖКХ, то есть повышение оплаты ЖКХ. Сегодня у руля слаженный коллектив, который зорко следит за тем, чтобы усилить надзор за исполнением бюджетного законодательства, максимально оградить малый и средний бизнес от излишнего давления, не забывает реагировать на нарушения в социальной сфере. Нам пришлось решать множество ответственных и важных задач, оперативно реагировать на происходящие процессы, последовательно отстаивать свою принципиальную позицию. Приятно отметить, что именно сегодня, в свой профессиональный праздник, сотрудники прокуратуры отметили и представителей средств массовой информации. Завтра журналисты празднуют День российской печати. А потому каждый, кто в течение года активно пишет и рассказывает о прокурорской работе, услышал отдельные слова благодарности. Телекомпания «Город» тоже была удостойна награды. Руководство прокуратуры также за активное взаимодействие и информационную поддержку отметило и нашу коллегу Олесю Харлину. Это далеко не первая награда Олесе, пожелаем ей дальнейших успехов в ее работе. А между тем, напряжение в городе все растет, причем в буквальном смысле. В ночь на вторник на улице Советской Армии троллейбусные провода под напряжением упали на проезжую часть. В результате инцидента пострадал автомобиль «Хюндай Акцент». Марина Комиссарова разбиралась в ситуации. Около полуночи с 11 на 12 января Евгений возвращался домой на своем автомобиле «Хюндай Акцент». Ему оставалось около километра пути, но на их преодоление молодому человеку потребовалось несколько часов. На улице Советской Армии автомобиль внезапно начало кидать из стороны в сторону. Я двигался домой, с той стороны Советской Армии. В принципе, как бы ничего не видел, необычного, никто здесь не стоял, была тишина, спокойно. И двигался по левой полосе. И просто я даже, кстати, даже не могу понять и объяснить, они просто упали на меня или они уже лежали, эти провода. Просто я попал ударом таким хорошим в пучок проводов. У меня все заискрило просто. Я запутался, у меня машина вся запуталась. Моя машина откинула сюда, практически на обочину. И за счет того, что они, провода были запутаны в машине, меня даже назад откинуло. Я остановился, как бы не мог сначала понять, вообще в чем дело. У меня немного такая паника даже была. Просто все искрило вообще, все провода на капоте у меня перед машиной, дальше. И кое-как я так присмотрелся и кое-как выбрался из них и проехал уже на обочину. Были провода оборваны до того, как Евгений наехал на них или упали прямо на его автомобиль, водитель не успел понять. Фактом остается то, что троллейбусные провода под напряжением упали на проезжую часть в районе малоосвещенной улицы и стали настоящей опасностью для всех проезжающих здесь автомобилистов. В результате инцидента автомобиль Евгения довольно серьезно пострадал. Механические повреждения видны практически на всем кузове. Треснуло лобовое стекло, оторвало зеркало бокового вида. Сам водитель не пострадал, хотя это, по оценкам специалистов, настоящее чудо. Я понимал, какое напряжение на этих проводах. И было как-то страшно. Я даже из машин вообще не собирался выходить, пока не выйду из этих проводов. Потому что это опасно вообще для жизни тогда? Конечно, естественно. Вообще чудо. У меня работник, который приезжал, потом он сказал, что вообще тебе повезло, что ты вообще не пострадал. Говорит, от такого напряжения могло бы и тебя тоже задеть. Когда испуг немного прошел, Евгений вышел из машины и знаками стал предупреждать остальных водителей об опасности. Некоторые водители проезжали мимо, другие неравнодушные. Останавливались. Помогли вызвать сотрудников ГИБДД, полиции, аварийную службу электрических сетей. И перекрыли опасное место личным автотранспортом. Благодаря чему серьезных последствий удалось избежать как минимум 15 автомобилистам. Сегодня ночью я возвращался домой. В районе 12 часов, начало первого, я поворачивал с улицы Новоселов на советскую армию. И мое внимание привлек автомобиль, который стоял на аварийках. Потом я увидел человека, который бежал от него и размахивал руками. И буквально в самый последний момент, я только увидел, что вот здесь вот по всей дороге разорваны провода, они висят и лежат на проезжей части. Восстановительные работы на данном участке, по словам свидетелей, продлились до обеда следующего дня. К моменту приезда нашей съемочной группы неполадки были устранены. У нас получилось связаться с управлением Рязанского троллейбуса. Но поговорить с начальником службы энергохозяйства Евгением Булатовым не удалось. Здравствуйте, Евгений Павлович? Да. Телекомпания «Город» вас приветствует. Марина Комиссарова меня зовут. Подскажите, пожалуйста, я вот по поводу комментариев об обрушившихся проводах на улице Советской Армии, которые автомобиль повредили. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Евгений Павлович уехал в управление. Его нет сейчас. Я поняла вас. Спасибо. Всего доброго. Ага. До свидания. Подобное ДТП не первое в своем роде. Несколько лет назад интернет-сообщество взбудоражил ролик с видеорегистратора из Владимира. Там автомобиль в буквальном смысле взлетел, наехав на упавшие троллейбусные провода. В данном случае водителю вряд ли удалось избежать травм. Евгений уже обратился к адвокату и планирует добиваться возмещения морального и материального ущерба через суд. А вот определить причину падения проводов на проезжую часть и виновника этого происшествия предстоит органам внутренних дел. Из огня да в полуме. И наоборот. Погода в Рязани переменчива, причем по ощущениям спонтанно. То метель, да в юго город накрывают, то чуть ли не по весеннему тепло вдруг становится. А между тем, синоптики, несмотря на прогнозируемое потепление, предупреждают о надвигающейся на город сильнейшей метели. Наталья Новикова, как всегда, расскажет о погоде. Русская зима продолжает куражиться. Началась неделя самых сильных с начала сезона морозов. И даже солнце временами посещало небосклон. Совсем как у Пушкина. И вот уже на смену лютому холоду идет тепло, принося с собой снегопад и метель. Сегодня во второй половине дня с приближением атмосферного фронта глубокого атлантического циклона ожидается снег. Местами сильный, с метелью и порывистым ветром. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Температура воздуха днем 7-12 со знаком минус. В ночь на 13 января продолжит идти сильный снег, мокрый снег. Сохранится метель, усиление ветра. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Также не исключено налипание мокрого снега и гололед. Температура воздуха ночью минус 5-10 градусов, днем 0-5. В следующие дни рабочей недели количество выпадающего снега начнет уменьшаться, а температура вновь понижаться. Морозы снова окрепнут. В ночные часы до минус 18-23, днем до 10-15 градусов, что в общем-то уже кажется совсем не холодно. А вот уже сегодня вечером сотрудники главного управления МЧС рекомендуют по возможности отказаться от поездок. Как вторят им и городские управленцы. Уважаемые жители города, в связи с оперативными данными Гидромедицентра России, в нашем городе, как и во всем ЦФО, в ближайшие дни ожидается достаточно большое количество выпадений осадков в виде снега. И в связи с этим я обращаюсь к вам воздержаться от использования личного транспорта, пользоваться общественным транспортом, постараться не парковать автомобили на дорогах, как на центральных, так и на второстепенных дорогах нашего города, для того, чтобы все службы города смогли достаточно оперативно привести наш город в порядок, вывести, очистить и вывести снег. Тем не менее, как известно, плохой погоды не бывает, и у нас с вами есть удивительная возможность попасть в настоящую зимнюю сказку. А вот то, насколько она будет доброй, зависит от нас в том числе. Поэтому будьте внимательнее, смотрите в окно, выходя из дома. Ну а если есть такая возможность, действительно, воздержитесь от поездок по городу. И завершить выпуск Дня города хочется материалом с праздничным налетом. Ведь воспоминания о новогодних выходных еще свежи. Как рязанцы отметили Новый год, как им дался первый рабочий день, да и вообще, как выйти из состояния покоя и безболезненно окунуться в рабочую суету. Горожане поделились с нами своим опытом. За время 10-ти дневных каникул жители города многое успели. Они отдохнули, получили заряд новых сил, уделили время семье и друзьям. Некоторые рязанцы отправились в путешествие, другие провели время за активным отдыхом и отдыхом на природе. Катались в горке, с родителями, с друзьями, на каток я сходила, на лыжах по лесу съездили. Очень позитивно, активно отдохнула. Мы были на Победе, были здесь, на Приокском, везде были на елках. Круто. Мы отдыхали в Листвянке, в поселке. Очень замечательно вообще, мне понравилось. В погоде как морозно, но приятно. Нужны ли самим горожанам такие длинные новогодние выходные? Этот вопрос, как всегда, остается спорным. Кто-то считает, что Новый год стоит отмечать не больше 3-5 дней. А для кого-то 10-дневные выходные – это шанс получить время на внеочередной отпуск. Очень долго, очень все, это как-то все стопор, везде все стоит, ничего не работает практически. Поэтому очень долго. Лучше, когда тепло. На майские праздники нет. Лично мое мнение, и лично меня это устраивает, потому что я живу в другом городе, я живу на Сахарине. Поэтому мне эти 10 дней – это маленький офис, который я приезжаю на Родину в Лизан. В любом случае, такие длинные праздники действительно выбивают людей из рабочей колеи. И отдохнувшим и расслабленным горожанам всегда достаточно трудно влиться в рабочий режим. Оказывается, резко начинать работать, будь то умственная деятельность или физическая, не следует. Иначе организм может получить резкое истощение от вновь начавшейся деятельности. Готовиться к выходу лучше за несколько дней, хотя бы за один-два дня настроиться на то, что скоро предстоит вливаться обратно в расписание. Если не получилось так сделать, то в первые дни нагружать себя не стоит. Первые дни лучше посвятить планированию, составить планы неделю, на месяц, на год, прикинуть, какие дела срочные и какие дела несрочные, их можно отложить, написать отчеты, разобрать бумаги на столе и ни в коем случае не перенапрягаться. Для того, чтобы горожане смогли быстрее влиться в рабочую атмосферу, психологи рекомендуют некоторые техники. Например, использование парадоксальных установок для своего мозга. Вы даете себе парадоксальную установку. Например, я не буду сегодня вообще ничего не делать. Наш мозг не понимает частицы «не». То есть он ее буквально отрубает. Не буду работать, он воспринимает, как я настроен работать и так далее. Он мобилизуется и требует от вас влиться в какую-то деятельность. Новогодние праздники у многих рязанцев сопровождались и большими застольями, вкусными блюдами, сладкими десертами. Оказывается, что отказываться от такого праздничного объема пищи нужно тоже постепенно. Нужно прекратить употреблять блюда, которые богаты майонезом, которые содержат в себе много жареных блюд, мяса, курицы и так далее. Нужно, во-первых, уменьшить количество съедаемой пищи и изменить характер самой пищи. То есть в основном это должны быть какие-то овощные салаты, может быть, это должны быть какие-то легкие супы типа вегетарианских, может быть, какие-то куриные бульоны. Кроме того, для тех, кто Новый год провел в большей степени за столом, чем за активным отдыхом, специалисты также советуют заняться физическими нагрузками. Можно включать в свой режим дня какие-то физические нагрузки. Ну, например, сейчас снегопад, можно выйти, почистить снег, если у кого-то частный дом или дачный участок. Подводя итоги, нужно отметить, что человек должен постепенно выходить из праздников, ни в коем случае не перенапрягаясь. Тогда и до следующего своего отпуска рязанцы смогут показывать эффективные результаты на работе без упадков настроения и чувствовать себя отдохнувшими. Это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Далее в эфир выйдет программа подробностей. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Рязанская ГИБДД информирует, водители в условиях сильного снегопада могут бесплатно передвигаться в общественном транспорте на территории областного центра. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны сильные осадки в виде снега, парыстый ветер и снежные заносы на дороге. Администрация Рязани поддержала инициативу управления ГИБДД и приняла решение предоставить водителям в условиях сильного снегопада возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Для того, чтобы бесплатно проехать на автобусе или троллейбусе в снегопад, достаточно предъявить свидетельство о регистрации на свое транспортное средство контролеру. Уважаемые водители, в связи со снегопадом и образованием наледи на проезжей части, Госавтоинспекция рекомендует по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях. Не оставлять припаркованный транспорт на улицах города, так как это мешает работе снегоуборочной техники. Будьте внимательны и осторожны. Новый комплекс ВИВА. Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова